МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Марьяна Яцкевич, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Борьба за кресло главы города продолжается. В Думе Владивостока проходят индивидуальные собеседования кандидатов на должность мэра. Нам важно правильно продумать градостроительную политику, концепцию развития транспортной системы, дорожной инфраструктуры. Санитарные леса вырубают во Владивостоке. Ученые выходят на протестные акции, чтобы остановить посягательство на земле Академии наук. Мнение научного сообщества прозвучало на радио Лема. Вы, наверное, слышали, что в последние 2-3 недели ученые даже пытались пикетировать возможные стройки, там, двух или трех домов на их, как они считают, территории. Большие возможности для юных талантов. Отборочные туры в школу Олега Топакова стартовали в Приморье. Приемную комиссию возглавил Владимир Машков. Хотелось бы каких-то отношений неодноразовых. В нашей школе набор идет раз в два года, но готовиться к этому нужно рано. Также в выпуске. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников Приморского водоканала. В организации провели обыски. И еще расскажем. Минобороны Японии заявила, что намерена создать первую для страны крылатую ракету, которая быстро долетит до Владивостока. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Борьба за кресло главы города продолжается. В Думе Владивостока проходят индивидуальные собеседования кандидатов на должность мэра. В свое видение развития краевой столицы представили 39 человек. Каждому дали на выступление 5 минут. Еще 5 ответов на вопросы членов комиссии. Комиссия, состоящая из депутатов и чиновников, оценит профессиональные и личностные качества претендентов, их умения и знания. На заседании побывал и наш корреспондент Катерина Матвеева. Вынос административного района из центра как способ развития Владивостока, популяризация бренда города, повышение туристической привлекательности краевой столицы, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройства. Кандидаты в мэры сулили Владивостоку светлое будущее и представляли свое видение решения многих проблем. Болевые точки на профессиональном или интуитивном уровне угадали почти все. Однако в принципах работы администрации города, способах формирования бюджета и взаимодействий с региональным и федеральным уровнями разбираются единицы. Многие люди не питают иллюзии, что они с таким бэкграундом выскажутся. Но они получают площадку, на которой, во-первых, пытаются как горожане донести собственно видение. Оно всегда, вернее, очень часто по каким-то даже локальным вопросам, его нужно слышать и принимать во внимание. А с другой стороны, это может быть под спорьем в карьерном росте. Я здесь не вижу проблем. В конкурсной комиссии 8 человек. Четверо – представители Думы города. Депутаты Виктор Облапов, Владимир Исаков, Геннадий Куликов, Виктор Федоров. Четверо – от губернатора Приморья. Вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко, замдиректора департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела правового департамента Виктор Киреев, депутат краевого парламента Юрий Корсаков. Именно им предстоит выбрать тройку лидеров – опытных управленцев, крепких хозяйственников. Среди достойных кандидатов называют и Олега Гуменюка. За три месяца работы в городской администрации он успел познакомиться с насущными проблемами, часть даже решить. Его планы по развитию дальневосточной столицы наиболее реалистичны. Нам важно правильно продумать градостроительную политику, концепцию развития транспортной системы в дорожной инфраструктуре, сохранить наши леса, создать условия для того, чтобы Владивосток стал максимально комфортным для инвесторов бизнеса, жилищного строительства, для молодежи и всех его жителей. Как это сделать? В декабре наш город получил статус столицы Дальнего Востока. Планируемый бюджет города на 2019 год заставит около 20 миллиардов рублей. Это говорит о серьёзной поддержке города краевыми и федеральными структурами. Напомнив, в конкурсную комиссию поступил 51 набор документов, от желающих занять пост главы Владивостока. Проверку достоверности сведений прошли не все. К участию во втором этапе конкурса были допущены только 39 кандидатов. Окончательное решение о том, кто станет главой дальневосточной столицы, будет принято 28 марта на заседании Городской думы. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. К другим темам. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников Примводоканала по факту халатности. На днях силовики нагрянули в Приморский водоканал с обысками. Была изъята документация. По версии следствия, с 2011 по 2017 годы должностные лица ГУП Приморский водоканал не обеспечили должный контроль за расходованием материалов, выделяемых для строительства объектов водоснабжения, в результате чего был причинен материальный ущерб. Следствие не называет объекты и сумму ущерба. Напомним, краевое госпредприятие Приморский водоканал обеспечивает питьевой водой потребители Владивостока, Артема и Надеждинского района. В структуре предприятия находятся четыре водохранилища. Тщательные проверки проводят по факту скандального видеоролика, попавшего в интернет. На видео сверстники избивают мальчика. Ролик был опубликован в соцсетях. При этом сообщается, что инцидент произошел в Краевой детской туберкулезной больнице Владивостока, расположенной в районе сад города. Установлено, что участникам инцидента 12-16 лет. По их словам, данное видео постановочное и было сделано для развлечения. Сам ребенок, выступавший на видео в качестве пострадавшего, также отрицает факт избиения. Внутренняя проверка по данному факту уже проведена. Ребенок осмотрен врачом. Следов насилия не обнаружено. Психологическое состояние мальчика также не вызывает опасений. В целом, обстановка в коллективе спокойная. Агрессии не наблюдается. Полную оценку инциденту дадут правоохранительные органы, с которыми уже связались специалисты Департамента здравоохранения, а также Комиссия по делам несовершеннолетних. Главному врачу учреждения дано поручение по разработке плана и усилению воспитательной работы в учреждении. ГИБДД массово проверяет водителей и пешеходов во Владивостоке. Мероприятия проходят с целью снизить аварийность на дорогах, ведь каждый третий пострадавших в ДТП – пешеход. Дороги во Владивостоке патрулируют личный состав ГАИ города и дополнительные наряды со всего края. За это время к ответственности инспекторы уже успели привлечь 85 водителей и 272 пешехода. Сотрудники напоминают, согласно правилам дорожного движения, если водитель не предоставил пешеходу преимущество там, где ему это положено, то ему придется заплатить штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. А если ПДД нарушает пешеход, то ему придется платить штраф до 1,5 тысяч рублей. На сегодняшний день дальневосточная столица остается лидером по количеству аварий. На втором месте – Уссуриск. На третьем – находка. Почти половина аварий в регионе произошла с участием пешеходов. В ДТП за короткий промежуток времени погибли 22 человека. Еще 200 получили травмы различной степени тяжести. Ученые ДВУ «РАН» проводят пикеты, чтобы защитить санитарные леса Владивостока. В начале марта научные сотрудники Федерального центра биоразнообразия, что расположен в Академгородке, начали массово сообщать о неизвестных, которые вырубают лес прямо под окнами научного института. В СМИ стали появляться сообщения о том, что у заброшенного здания детского сада в этом районе появилась охрана, рабочая и спецтехника. На вопросы работников институтов охранники не отвечали и к рабочим не подпускали. Позже ученые устраивали пикеты и протестные акции, чтобы остановить посягательство на земле Академии наук. Сегодня в эфире радио «Лема» научные сотрудники двух институтов обсудили проблему вместе с Андреем Калачинским. Евгений Черемкин продолжит тему. Разрешение на строительство на этом участке 29-этажного жилого дома с парковкой выдано, судя по бумагам, вполне легально. С виду обычный кусок земли, как и любой другой в Приморской столице. Однако ученые из Академгородка при Дальневосточном отделении Академии наук находят эту строительную историю весьма спорной и полной белых пятен. Обсудили проблему в эфире радио «Лема» журналист Андрей Калачинский и приглашенные в студию ученые – участники прошедших недавно протестных акций. Вы, наверное, слышали, что в последние 2-3 недели ученые даже пытались пикетировать возможные стройки двух или трех домов на их, как они считают, территории. Нетрудно догадаться, что земля находится, или, по крайней мере, долгие годы находилась в ведении ДВО «Ран». Однако, как утверждают все те же ученые, путем нехитрых юридических манипуляций и застройщик сумел таки выбить себе лакомый кусочек. И не где-нибудь, а прямо под окнами биолога почвенного института. Этот процесс начался еще года 3 или 4 назад, когда у нас внезапно на этом лесе появились ленточки. Уже тогда. В лесу появились ленточки? Да. Кто-то огородил территорию? Нет, ленточки. Порубочные? Нужны для того, чтобы потом вырубать. Да. Получить порубочный талон. То есть метят те деревья, которые были. Затем, для того, чтобы не платить за деревья редкие, внесенные в Красную книгу, провелась чистка. Чистка тоже провелась нелегально, и деревья были выбросаны во враг. Действительно, на территории Академгородка произрастали редкие породы деревьев, защищенные Красной книгой. Они, к тому же, являлись своеобразным предметом гордости для работников дальневосточной науки. Сегодня, уверены гости в студии, бизнес уничтожает бесценные природные богатства ради краткосрочной выгоды. И ученые вынуждены выходить на пикеты, чтобы отстоять кусок земли своего Академгородка. Та земля, на которой они считали, что это... Академгородок? Да, на Академгородку. Вдруг неожиданно начали пилить, рубить деревья, и зашла общестроительная техника. В прошлом дальневосточное отделение РАН уже пыталось добиться ареста этого участка земли. Через пятый – арбитражный апелляционный суд. Восьмой канал продолжит следить за прениями между наукой и бизнесом, где пока победу, по крайней мере, на нынешнем этапе, одерживает более платежеспособный. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Еще один пикет прошел во Владивостоке в минувшие выходные. Поводом стала судьба косаток и белухи скотовой тюрьмы в бухте Среднее. Сейчас ее решает консилиум ученых. Они полагают, что часть животных может отправиться в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают, что это намерение незаконно и требует вернуть животных в океан. Зоозащитники потребовали немедленного освобождения морских млекопитающих. Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. Плакаты с надписями «Спасите нас! Наш дом-океан! Их дом в море!» А также с призывами к властям России взять на усиленный контроль ситуацию в бухте Среднее. Всего на пикет в поддержку косаток и белух из скотовой тюрьмы пришло более 10 человек. Акция проходила во Владивостоке в субботу на набережной Цесаревича. За ходом наблюдали сотрудники полиции. Было отловлено очень большое количество грудных буквально детей, белушат и косаток, которых нужно реадаптировать. Ну и, в общем-то, когда уже будет тепло, а это, наверное, конец весны, начало лета, всех детей нужно выпустить именно там, где они были отловлены. И тогда они будут живы и счастливы. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний. Собравшиеся требовали реабилитировать и выпустить косаток и белух из китовой тюрьмы обратно в океан, а также запретить в России отлов морских млекопитающих для океанариумов. Это зоотюрьма, и я призываю общество осознать, что посещая эти зоотюрьмы, они оплачивают мучения этих детей. То есть своими билетами они оплачивают, создают спрос. Это аморально. От этого нужно уходить. Мы единственная страна, к сожалению, сейчас в мире, которая занимается этим. То есть все остальные развитые страны уже давно от этого отказались, потому что это преступление против природы. В тюрьме обычно сидят преступники, а косатки там сидеть не должны. Я бы хотела, чтобы наша страна тоже присоединилась ко всему миру, и мы прекратили уже это варварство. Сейчас судьбу животных решает консилиум ученых академических институтов, созданный для исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Ученые полагают, что часть животных может отправиться в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают это намерение незаконным и требуют после короткой реабилитации вернуть животных в океан. Власти региона, в свою очередь, информируют, что в 10-дневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке. А Восьмой канал продолжит следить за тем, как будет складываться дальнейшая судьба животных из китовой тюрьмы. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Япония создаст ракету, которая быстро долетит до Владивостока. Разработчики не скрывают, что хотят дать отпор вооруженным силам России и Китая. Министерство обороны Японии заявило, что намерено создать первую для страны крылатую ракету. Радиус действия которой составит около 400 километров. Отмечается, что средства на создание оружия будут заложены в бюджет страны на 2020 год. Оружие будет создаваться на базе сверхзвуковой ракеты класса «Воздух-Земля», которая была разработана в 2017 году. При этом разработчики не скрывают, что основной целью создания оружия является противостояние вооруженным силам России и Китая. По их оценкам, запущенная с японской территории ракета сможет за считанные минуты достичь российского побережья, например, Владивостока или острова Сахалин. Ранее японские журналисты отмечали, что военные с той же целью готовят ударные самолеты, которые будут способны вывести из строя радары и системы связи противника, то есть России. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Большие возможности для юных талантов. Отборочные туры в школу Олега Топакова состоялись во Владивостоке. Гранты до полутора миллионов рублей будут выдавать в Приморье на организацию физкультурно-массовых мероприятий. Круизный сезон в Приморье откроется уже на этой неделе. Заходом во Владивосток лайнера «Альбатрос». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНАС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНАС» Травмпункт медицинского центра «САНАС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Марьяна Ицкевич, и мы продолжаем. Большие возможности для юных талантов. Отборочные туры в школу Олега Топакова состоялись во Владивостоке. Гранты до полутора миллионов рублей будут выдавать в Приморье на организацию физкультурно-массовых мероприятий. Круизный сезон в Приморье откроется уже на этой неделе с заходом во Владивосток лайнера «Альбатрос». Первая очередь жилого микрорайона для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне будет сдана уже в марте. Еще две очереди этого микрорайона сдадут до конца года. Первая очередь обеспечит 672 новые квартиры. Всего для сотрудников предприятия построят около 5000 квартир. Все еще не решил вопрос по водоснабжению и ливневой канализации. Остальная инфраструктура, электричество, водоотведение уже проведена. Минвостокразвитие направит около 120 миллионов рублей на разработку схемы ливневой канализации города. Тем временем комплекс «Звезда» приглашает на работу жителей Приморья. На сегодняшний день потребность предприятий в специалистах различного профиля составляет около 4000 человек. Отметим, что в 2019 году на базе Дальневосточного судостроительного колледжа будут открыты новые направления подготовки таких специалистов, как сборщик корпусов, металлических судов и электрогазосварщики. В прошлом году в колледже обучали 100 человек. В этом году планируется увеличить количество обучаемых до 200 человек. Во Владивостоке стартовали весенние субботники. Один из них прошел на проспекте Красного Знамени в школе номер 17. Его участниками стали старшеклассники и педагоги учебного заведения, а также исполняющие обязанности главы города Олег Гуменюк, который много лет назад окончил эту школу. Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Визит для действующего градоначальника начинается с небольшой экскурсии. Ее для Олега Гуменюка проводит директор школы. Она показывает кабинеты, знакомит с педагогами и учащимися. Ведь руководитель мэрии – выпускник именно этой школы. В школьном музее бережно хранят сведения о первых педагогах и учениках, их награды и документы. Олег Гуменюк признается, узнал и вспомнил всех своих преподавателей. Затем гости спешат в спортивный зал, где идут занятия, и в школьную столовую. Задача – узнать, как в учебном заведении относятся к спорту и как здесь налажен процесс питания. Следующим пунктом визита становится школьный двор, где сразу несколько старших классов принимают участие в субботнике. К ним присоединяется и Олег Гуменюк. – Ребятам нравится, они с удовольствием выходят, и мы можем вот сегодня их опросить, они скажут, что они действительно получают удовольствие от этой работы. Ну, это же для себя делается. Нам нравится, чтобы было чисто, красиво. Юноши и девушки собирают в пакеты мусор и прошлогоднюю листву, которая не только создает ощущение беспорядка, но и считается сейчас пожароопасной. В неформальной обстановке ученики могли задать градоначальнику интересующие вопросы. – У нас есть в планах это все. Надо посмотреть по плану, на что деньги у нас в этом году предусмотрены. И там все школы стоят по очереди. Есть где вообще площадки в таком состоянии, здесь еще более-менее хоть как-то живая и вы огорожена. А есть какие школы? – Помочь мне бы там? – Да, те самые субботники. – Хотя бы кольца там поставить для баскетбола. – Ну, если все будет хорошо, тем более я здесь учился, я как-то уж помогу, не переживайте. Этим субботником открылся во Владивостоке санитарный двухмесячник. Это не значит, что город до этого не убирали. Спецтехника приступила к наведению порядка в краевом центре, как только позволила погода. Субботник, он же всю жизнь был субботником. И таким именно приятным воспоминанием у меня остается. Я помню, как мы еще это полинолею здесь убирали, это тоже, и всю эту школу убирали, и мыли. Это говорит о том, что нельзя бояться труда, именно того труда, который нужен детям в первую очередь. Ну и хотелось бы, чтобы все жители, не дожидаясь субботника, вышли на придомовые территории и начали убирать хотя бы те территории, которые прилегают к их домам и к их рабочему месту. Итогом субботника в 17-й школе стало более 50 собранных мешков с сухой травой и мусором. Впереди у школьников еще побелка деревьев. Добавим, общегородской субботник пройдет во Владивостоке в апреле. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Гранты до полутора миллионов рублей будут выдавать в Приморье на организацию зарядок, мастер-классов и физкультурно-массовых мероприятий. Гранты будут распределяться в двух номинациях. Одна из них – организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятию физкультурой и спортом. Другая – пропаганда спорта и здорового образа жизни. На каждую номинацию предусмотрено по три гранта от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Мероприятия должны включать проведение регулярных бесплатных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций широким охватом территории края в течение года. К слову, акции должны привлекать людей старшего поколения в социальный фитнес. Как подчеркнул глава региона, здесь важен не результат, а участие. Большие возможности для юных талантов. Отборочные туры в школу Олега Топакова состоялись во Владивостоке. Приемную комиссию возглавил Владимир Машков. Художественный руководитель театра и школы Олега Топакова полностью разделяет убеждения своего учителя. Начинать осваивать актерское мастерство необходимо с измальства. Так девятиклассники из пяти городов страны, которые пройдут впервые отборочные туры, отправятся на вступительные экзамены в одной из лучших актерских школ России. Тему продолжит моя коллега Анна Бережная. Не упустить талант и вовремя начать его развивать. На поиск способных девятиклассников приемная комиссия школы Олега Топакова прибыла во главе с Владимиром Машковым. Несколько дней около сотни школьников со всего Дальнего Востока. Отборочные туры во Владивостоке на обучение в актерском колледже проходили впервые. Хотелось бы каких-то отношений неодноразовых. В нашей школе набор идет раз в два года, но готовиться к этому нужно рано. И вообще раннее образование театральное, мне кажется, очень важно. Это была замечательная идея Олега Павловича. Чем раньше молодой человек почувствует успех, тем лучше. Полный пансион, возможность абсолютного погружения в насыщенный, строго организованный и вместе с тем невероятно увлекательный творческий процесс. Обучение в колледже длится три года и восемь месяцев. Олег Тобаков отмечал особенность его школы в том, что педагоги сами колесят по стране в поисках юных талантов. Главная задача преподавателей, по словам Владимира Машкова, выпустить конкурентноспособных артистов. Многое, конечно, здесь зависит от нас, но основа это обучение, возможность личностного роста и творческая воля. Желание обучаться в этой профессии нет конечной точки. Вот я выучился. И я вам так скажу, после обучения и начинается настоящая подготовка. В колледже Тобакерки действует система мастер-классов. В течение нескольких часов с учениками работают ведущие мастера сцены. Так уже три большие репетиции с будущими артистами провела Галина Волчек. С приходом на должность художественного руководителя театра и школы Олега Тобакова Владимир Машков ввел дополнительные предметы. Такие вещи, как, например, академическое преподавание амбидекстрии, работа с межполушарными связями. Например, такой предмет, как микромагия и прести-дижитация, проще говоря, манипуляция, фокусы. Что это? Делать из драматических артистов-фокусников? Ну, может быть, но это не совсем так. Поскольку корень этого искусства состоит в том, что человек в состоянии осознанно и технично управляет как своим вниманием, так и вниманием тех людей, которые находятся с ним в игровом пространстве в зрительном зале. На отборочных турах девятиклассники читают наизусть стихотворения, отрывок из прозы, несколько вариантов басни, а еще исполняют песню и показывают пластический этюд. Произведения абитуриенты выбирают самостоятельно. На следующий этап вступительные экзамены в колледж Табакерки в Москву отправятся пять школьников из разных городов Дальнего Востока. Приемная комиссия школы Олега Табакова уже побывала и в Новокузнецке. Впереди поиск юных талантов в Краснодаре, Саратове и Калининграде. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Круизный сезон в Приморье откроется уже на этой неделе с заходом во Владивосток лайнера «Альбатрос». Судно пришвартуется у причала в среду, 20 марта, в 5 часов 45 минут. Лайнер прибудет из южнокорейского Пусана. На его борту находится 635 пассажиров. В основном это граждане Германии. Во время приветственной церемонии, которая начнется в 7 часов 30 минут, они смогут наблюдать выступления знаменитых барабанщиц и других творческих коллективов Дальрепфтуза. На берегу путешественников встретят специалисты Туристко-информационного центра Приморского края, стойка которого недавно открылась на морском вокзале. Они предложат туристам карты и путеводители, в том числе на немецком языке, а также посоветуют, как интересно провести день во Владивостоке. На то, чтобы познакомиться с детсопримечательностями города, у путешественников будет 9 часов. Уже в 6 часов вечера лайнер продолжит маршрут, взяв курс на крупнейший порт Японии – Иокагаму. Для лайнера это будет первый заход в Владивосток. В Приморье в этом году ожидается насыщенный круизный сезон. Порт Владивостока посетят минимум 15 пассажирских лайнеров. В середине недели грозит Приморью снегопадом и гололедом. По прогнозам синоптиков, 20 марта очередной мощный циклон выйдет в Желтое море. Вечером этого же дня он начнет влиять на погоду Приморского края. 21 и 22 марта в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды, вызванное мощным циклоном с южных широт. Так, ночью и днем 21 марта в Приморье ожидается облачная погода, пройдут небольшие и умеренные осадки. На севере края местами возможен небольшой снег. На юге пройдут осадки, местами сильные в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Днем осадки сохранятся в виде мокрого снега, местами ожидается сильный снег и метель. Наибольшее количество осадков ожидается на юго-востоке края. На дорогах местами гололедится и снежный накат. Днем ожидается усиление северо-восточного ветра до 5-10 метров в секунду. На восточном побережье местами до 20 метров в секунду. Футболисты Луча и Мордовии не выявили победителя. Автомоделисты Приморья завершили джиповый сезон. Владивосток готовится принять чемпионаты первенства России под хэквондо. Обо всем этом подробнее расскажет Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» в Саранске встречался с местной Мордовией. Соседи по турнирной таблице сделали ставку на оборону. Очки нужны были и тем, и другим. Однако не пропустить гол, кажется, было в большем приоритете. Если футболисты били поворотом, то мяч летел либо выше, либо прямиком в руки голкипера. В итоге матч так и завершился с нулями на табло. Ничья. Действительно не хватает силы, не хватает времени для работы, для тренировок. Но ребят поблагодарил. Это сегодняшнее очко, это полшажка, но мы сдвинулись. Тем не менее, полученное очко не подняло луч в таблице, а лишь удержало его на 12-й строчке. Впереди приморцев ждет домашний матч с Тюменью. Игра пройдет во Владивостоке 24 марта. Автомодалисты Приморья подвели итоги краевых соревнований по джип-триалу. В течение трех этапов спортсмены боролись за победу на своих радиоуправляемых джиповых моделях в масштабе 1 к 10 или 1 к 8. В соревнованиях выступили 26 участников из Большого Камня, Уссурийска и Владивостока. Задача перед пилотами в течение всего чемпионата стояла одна – проехать участок за определенное время, набрав как можно меньше штрафных баллов. Их спортсмены получали за неправильное преодоление трассы, насыщенной завалами, резкими подъемами и другими препятствиями. В джип-триале на радиоуправляемых моделях участники не делятся по возрастным категориям, поэтому в общем зачете оценивались заезды как взрослых, так и детей. По итогам всего сезона большая часть призовых мест досталась автомоделистам из Владивостока. Во Владивостоке стартуют чемпионаты первенства России по тэквондо. Всероссийские соревнования будут проходить по техническому комплексу «Пхумсе». Организаторы ожидают, что в стенах спорткомплекса «Олимпийц» соберутся около 250 участников из 20 регионов страны. В составе сборной «Приморья» в чемпионате и первенстве примут участие 34 тэквондиста. В программу соревнований включены традиционные разделы «Пхумсе». Это индивидуальные, парные и командные выступления. Помимо этого, спортсмены покажут свои навыки во фристайле и в разбивании твердых предметов. Торжественное открытие всероссийских стартов состоится 19 марта в 14.00. Мероприятие будет проходить до 21 марта включительно. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ученые ДВУ «Ран» проводят пикеты, чтобы защитить санитарные леса Приморской столицы и остановить посягательства на земле Академии наук. Пикет защиту косаток и белух из китовой тюрьмы прошел на набережной Цесаревича. Зоозащитники потребовали немедленного освобождения морских млекопитающих. Большие возможности для юных талантов. Отборочные туры в театральную школу Олега Топакова состоялись в Дальневосточном институте искусств. Приемную комиссию возглавил Владимир Машков. Япония заявила о создании ракеты, которая быстро долетит до Владивостока. Разработчики не скрывают, что хотят дать отпор вооруженным силам России и Китая. Гранты до полутора миллионов рублей будут выдавать на развитие здорового образа жизни. Гранты будут распределяться в двух номинациях. В середине недели грозит Приморье снегопадом и гололедом. По прогнозам синоптиков, 20 марта очередной мощный циклон выйдет в Желтое море. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. 18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным. Мединконцерт «Крымская весна» в честь пятой годовщины воссоединения России и полуострова прошел в столице Дальнего Востока. Акция прошла по традиции у мемориала «Боевая слава ТОВ». А в самом Крыму в канун знаменательной даты байкеры из клуба «Ночные волки» развернули на горе Гасфорта самый большой российский флаг. Триколор внесен в Книгу рекордов Гиннуса. Как это было, смотрим вместе. Прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Марьяна Яцкевич. Увидимся на Восьмом.